Сегодня встретил одного своего хорошего знакомого, и он мне рассказал, что он сейчас проходит тренинг по очищению ума. Он объяснил, что наше тело, оно загрязняется, и есть программы по детоксикации, по очищению от зашлаковки, от всяких вредностей, которые поступают в наше тело. Есть такие программы целый, там комплекс определенный, люди выполняют его, очищают тело. А вот то, что он сейчас проходит, это то же самое, только там вот этот весь комплекс и набор всяких техник и упражнений, он направлен на очищение мозга, ума. Мы постоянно загружаем, 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 загружаем туда информацию, мысли, наши там постоянно крутятся, вращаются, но мы абсолютно не делаем обратного процесса. Мы не очищаем и не разгружаем все, что мы туда отправляем. И он мне рассказал, что первое, с чего они начали очищение своего ума, это исследование дыхания. И вот что я подумал, мы с вами сейчас не на тренинге, и мы пока не знаем об этих упражнениях, но я вам сейчас расскажу одно, одно секретное, не секретное упражнение, которое когда-то мне рассказывал каждый тайец. В Таиланде все тайцы, ну по крайней мере те, с кем я общался, и монахи, и обычные миряне, они на вопрос, как быть счастливым, говорили мне об одном простом упражнении, которое связано с дыханием. Они говорили, вот представь, происходит у тебя какая-то неприятная ситуация. А вот представь, теперь происходит такая ситуация, когда ты вау, есть такой радостный. А теперь, есть минус, есть плюс, а есть вот здесь ты. И что бы ни происходило, ты просто дышишь. Ты делаешь дох, и наблюдаешь за своим дыханием, как оно пошло, и делаешь выдох. Опять делаешь дох, и опять делаешь выдох. И что бы ни происходило, ты просто наблюдаешь свое дыхание. И как утверждали тайцы, это вот это пребывание, да, вот помещение своего внимания в твое дыхание, оно делает тебя счастливым, безотносительно внешних каких-то ситуаций, которые с тобой происходят. И я иногда наблюдал за тайцами, и иногда у некоторых было видно, как они действительно такие раз, вроде просто сидят, в то же время смотришь, и они вдох-выдох делают. Они это делают постоянно, ну или по крайней мере каждый раз, когда вспоминают. Они просто наблюдают за своим дыханием, вдох-выдох, вдох-выдох. Но так как мне было недостаточно вот этого простого восприятия, ну вот, наблюдайте дыхание. Мне нужно было все это проанализировать, понять, а как же это влияет, если это действительно помогает. Я начал это делать, и отнаблюдал в себе, что да, это действительно работает, и работает следующим образом. Когда я начинаю наблюдать за своим дыханием, я, получается, активизирую свое внимание. За счет того, что я активизирую свое внимание, я перестаю вот эту вот болтушку ума в себе крутить. Соответственно, я разгружаю свой ум. Он становится, ну, более-менее пустым, да. Дальше своим вниманием, наблюдая свое дыхание, я активизирую в себе энергию. Я тренирую свою осознанность, так как мне нужно же постоянно помнить, вдох-выдох, вдох-выдох. И еще один момент, который я заметил в тот момент, тогда, когда я начинаю наблюдать за своим дыханием, я чувствую, как происходит расслабление. Напряжение снимается вообще со всего тела. Казалось бы, ничего удивительного, проще простого, но вот такие, такой результат, да, начинает возникать. Расслабление, повышение энергетики и отключение мыслительного процесса. Попробуйте делать это простое упражнение. Может быть, не постоянно, а тогда, когда вы вдруг раз вспомните. Ну, едете где-то в автобусе, сидите, чего-то ожидаете. Раз, понаблюдайте. Понаблюдайте не просто за дыханием, а послушайте, что происходит в этот момент с вашим телом. Если тайцы говорят, что всего лишь вот это простое наблюдение за дыханием делает человека счастливым, то почему бы нам с вами не попробовать это сделать? Когда счастье, оказывается, лежит на расстоянии выйти на тварюки, хотел сказать, но на расстоянии всего одного вдоха-выдоха. Продолжение следует...